АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Воплотились в гол лишь на 84-й минуте. Инц подрезал затылком мяч для Самарана, а тот в борьбе с Де Коком все же установил желанный цифровой баланс. 1-1 по итогам двух встреч и дополнительного времени. Судьба Кубка решается в опустевшей после матчевой штрафной серии пенальти. После трех ударов у «Интера» только один гол, плод уверенности Джаркаева. Затем промахивается «Винтер», а немцы свои попытки используют по максимуму. Завершающую точку ставит «Вильмотс». 4-1. Шальки побеждает и впервые в своей истории завоевывает европейский кубок. Сегодня стало известно, что сразу после матча против «Шальки» тренер «Интера» Рой Ходжсон был уволен со своего поста. Это решение принял владелец «Интера» Массимо Маратти. До конца сезона команду дотренирует Лючано Костеллини. В новом же сезоне «Интер» возглавит Джиджи Симони. Все это время в России событийный фонд также создавался играми на вылет. В нынешнем национальном кубке специалисты выделяют две взаимопересекающиеся тенденции. Во-первых, возникает привычка к поражениям фаворитов. В текущем розыгрыше и «Спартак» и «Алания» две команды, бывавшие чемпионами обновленной страны, отсеялись довольно быстро. И, во-вторых, определенно появляются команды, ориентированные на успех именно в кубке. То есть, команды с кубковым характером. Наблюдения за этими тенденциями вводят на вечный вопрос, понижается или повышается уровень футбола в стране. С одной стороны, понижаются, раз гранды деградируют, раз они становятся доступнее. С другой, конечно же, растет, раз появляются способные на дерзость гавроши. Однозначно, и вывод, кажется, сделать трудно. Может быть, такое противоречивое и разонаправленное явление говорит вот о чем. Немногие команды сегодня смиряются с учетю тихих поставщиков, очков. Начинают уходить с тренерских постов так называемые тренеры-хозяйственники. Уже понятно, что с помощью удачного маркетинга, то есть ловких махинаций с деньгами, хорошей команды не создашь без помощи классного специалиста. Почти всякий классный специалист, придя в среднюю или просто слабую команду, начинает с постановки коллективной игры в обороне. С фаворитами ведь опасно играть в открытый футбол. Кстати, если в прошлые годы наши ведущие тренеры часто жаловали, что в стране нет нормальных защитников, сейчас ставят такие разговоры. Практически прекратились. И вывод. Прогресс оборонительной игры у команд среднего и ниже среднего класса ставит новые задачи перед грандами. Именно среднее звено оказывается двигателем развития российского футбола в этой ситуации. Теперь за счет техники, квадратов, за счет запросто купленных звезд, результаты достичь нельзя. О чем, опять-таки, свидетельствует пример Алании в этом сезоне. Прогресс в целом по чемпионату оборонительной игры у средников и заставляет лидеров выходить на новый уровень коллективных действий в атаке. Сейчас, и этот процесс, кстати говоря, в самом начале, ведь сейчас в чемпионате России почти нет команд, которые стабильно умеют преодолевать насыщенную оборону соперника. Видимо, как раз в этом и есть причина частой смены лидера в первенстве России. И отсюда же растут многие кубковых сенсаций, которые на самом деле есть не что, но и как побеги новых кубковых традиций. О четверсинальных матчах, составившихся на этой неделе в Москве и Самаре, монолог Ильи Казакова. После маловразумительной игры столичных локомотивов и торпедов в последнем туре чемпионата, в обеих командах произошли перемены в составе. У железнодорожников вернулся после дисквалификации дроздов, и с первых минут вышли Арифулина-Соломатин. Стартовый состав торпеда был традиционен во всем, кроме расстановки. Игуаон был переброшен на правый фланг для нейтрализации Харлачева, впереди него маячил Карлос, а Гашкин, оставив на колоритную пару всю черновую работу, ушел творить в центр. Вопреки стартовому преимуществу железнодорожников, гол забил торпеда. Бушманов, подключившийся к почти захивнувшейся атаке, ударил, и мяч с рикошетива защитника залетел в угол 1-0. После гола торпедовцы дружно ушли в оборону и нагружали работы Овчинника только при розыгрыше стандартных положений. Локомотив напротив прибавил, начав прессинг по всему полю. После отбора мяч чаще всего оказывался у Соломатина. Его рейды в штрафную Пчельникову нашли продолжение в дальних ударах Дроздова и Маминова. Но в целом игроки Локомотива издали били неохотно, пытаясь разыграть мяч доверного. Во втором тайме Юрий Семин решил усилить атаку и выпустил на поле Виталия Веселова и Александра Смирнова. Эти игроки и сделали по сути всю игру. Смирнов, проверив пару раз издали Пчельникова на прочность, переориентировался на распасовщика. На 69-й минуте он закинул мяч Харлачеву на ход через понадеявшихся друг на друга Бушманова и Гуавона. И счет сравнялся 1-1. У Черно-Белых же впереди практически ничего не получалось. Даже штрафные разыгрывались как-то неостро. Семинцы же атаковали постоянно. За 13 минут до конца основного времени Косолапов ворвался в штрафную и откинул мяч назад под удар Веселову. Машкарин и Махмутов сообща завалили с железнодорожника. И Косолапов с точки уверенно развел по углам мяч и вратаря 2-1. В конце встречи тот же Веселов убежал на рандеву с Пчельниковым и упустил шанс стать героем матча. Но свято место пусто не бывает. За 3 минуты до конца Овчинников чудом вытащил мертвый мяч после удара Карлса и вывел Локомотив в полуфинал. Они лучше были в движении. Мне кажется, у них больше было желание, чем у нас победить. В первом тайме был практически один удар, который попал в нашу ворота. У нас же было полное территориальное преимущество. Второй матч Ротера в Синем и Крыльев Советов в этом сезоне проходит в экстремальных условиях. 4 часа предматчевого ливня в Самаре сделали из поля огород. И судьба встречи решалась прежде всего в борьбе характера. Тех, что принято называть кубковыми. Ротер давно имеет имидж кубковой команды, во многом благодаря тренеру. Виктор Прокопенко, еще работая на Украине, дважды выводил Одесский Черноморец в финал Кубка страны и выиграл один раз почетный трофей. В России же руководимые им волгоградцы также сумели дойти в 95-м году до финала Кубка. А год назад добрались до полуфинала. В этом матче поправка на погоду обусловила расчет команд на навесные передачи и дальние удары. Поначалу встреча складывалась в пользу Ротера. Герасченко постоянно выиграл чужой штрафной и верховые мячи, создавая партнерам голевые ситуации. Но Шишкин тащил все, постепенно создавая у волгоградцев комплекс голевой неполноценности. Отбившись крылья, сумели переломить неудачно складывшийся для них матч и доказали, что сейчас у них кубковый характер сильнее. И пусть не смогли забить лидера команды Булатов и Авалян. Гол новичка команды Папхадзе, проводившего свою первую игру за Самарцев в Кубке России, в такой ситуации куда символичнее. Ротер пытался сражаться до конца, но сил волгоградцам не хватало. Их лидер Веретенников пробовал вытащить матч за счет индивидуальных усилий, взяв игру на себя, но ошибался в не самых сложных ситуациях. 1-0 крылья впервые выходит в полуфинал Кубка России, а невезучий Веретенников срывает досаду на журналистов. Олег, заслужил НТВ, Олег. Я не даю НТВ, тем более. Если мы выигрывали, получали звание мастера спорта, а это очень большой титул. И мы очень рады, что выиграли. Я очень рад тем, что мой дебют, как сказать, в российском первенстве Кубка удался, по-моему. Матч, в принципе, был до гола. Кто забил, тот и выиграл. Мне кажется, и в первом тайме, кто бы забил, тот и выиграл. Мне так кажется. И вот эти вот аргументы от мобилизованности, жажды борьбы, я думаю, у крыльев было чуть-чуточку выше. Во втором матче подряд Ротер не забивает вторую игру. Подряд волгоградцы подставляют свою печень под болезнетворные удары кулаков судьбы. Нулевая ничья в субботу в Воронеже лишила Ротер-лидерства в чемпионате. Поражение в Самаре вынесла команду Прокопенко за пределы Кубка. Завтра на родном поле волгоградцы могут все окупить. В матче 11-го тура чемпионата страны они принимают идущее первую московское «Динамо». И это будет бой за лидерство. Смотрите трансляцию матча на телеканале НТВ+. И развернутый рассказ об этом матче в специальном ночном выпуске футбольного клуба. Вслед за схваткой лидера с главным преследователем завтра сойдутся в очном разговоре команды, занимающие третье и четвертое места. В Москве у Черкизова Спартак против Россельмаша. У пятой команды чемпионата Лужника Торпедовцев. Соперник тоже пристойный, только что убивший их из Кубка Семенский локомотив. Из океана других матчей нужно выделить дерби двух морей. В Новороссийские черноморские моряки против Балтийских. Тур вообще оказывается богат на суперматчи. Завтра наконец встретятся главные персонажи межсезонья. В Москве ЦСКА и Зенит. Наверное, тот, кто не знает о событиях, которые были связаны с этими командами в межсезонье, не человек, а медведь, поскольку он впадал наверняка на это время в спячку. Другого ответа нет. В связи с генеральным ремонтом газона на стадионе «Динамо» к игре сборной России против израильтян принципиальная встреча состоится под Москвой в поселке Селятино. Вчера наш корреспондент Георгий Черданцев провел реконсировку местности, а наш корреспондент Василий Вахетов побывал в расположении Зенита. В субботний день футболисты ЦСКА и Питерского Зенита, а также их болельщики, проведут вдали от московского шума и суеты. Местом проведения матча 11-го тура между этими командами станет подмосковный поселок Селятино. Движет футбольными функционерами в основном энтузиазм и желание разнообразить досуг 18 тысяч местных жителей, для которых подобная игра – событие. Мы для зрителей, поэтому зрелище должно быть, и народ пойдет, и, в общем-то, сам клуб создан для того, чтобы народу было развлечение какое-то. Это зрелище, так же, как культура, так и спорт. Стадион в Селятино имеет опыт проведения матчей на высшем уровне. Здесь уже играла молодежная сборная России, и, учитывая ремонт на «Динамо», готовы и впредь проводить отборочные матчи в Селятино. Газон местного стадиона считается одним из лучших в Подмосковье. Президент клуба ЦСКА и главный тренер Садырин, они были здесь, смотрели. Им очень понравилось, поэтому они как раз и выбрали наш стадион. На подготовку к матчу ЦСКА «Зенит» в Селятино существенно влияет одно обстоятельство. Прошлой осенью армейцы принимали здесь Черноморец. Тот матч обернулся скандалом, который по сей день помнят местные жители. Безопасность до, во время и после матча была организована из рук вон плохо. Болельщики принимали непосредственное участие в игре, демонстрируя по ходу матча умение владеть мячом. После финального свистка армейские поклонники побили стекла окрестных домов и разгромили несколько коммерческих палаток. Организатор матча ЦСКА «Зенит» футбольный клуб МЧС Селятино учел ошибки прошлого. Это неудивительно, если учесть, что главный учредитель Селятинского футбольного клуба – Министерство по чрезвычайным ситуациям. К субботе силы правопорядка подойдут во всеоружии. Будут привлечены поселковая и нарофаминская милиция, областной и нарофаминский ОМОН, два или три взвода десантников Таманской дивизии, а также почему-то взвод разведчиков Кантемировской дивизии. Ну, это вынужденные меры безопасности. Они, в общем-то, может быть, действительно получится, что милиции будет больше, чем болельщиков, но другого выхода нет, потому что по прошлому году не хочется, чтобы били стекла и бомбили хороший наш спорткомплекс. Проблема безопасности беспокоит естественные местных жителей. Как вы относитесь к идее проведения вот такого матча в вашем именно городе? Ну, прекрасно, спорят всегда хорошо. Другой вопрос, что порядок должен быть. А вы не боитесь приезда московских фанатов сюда? Нет. Почему нет? Ну, в прошлом же году они город разгромили. Ну, не так, чтобы совсем, но говорят, что в этом году будет много милиции, много солдат, так что почему бы и нет? То есть для вас это положительное событие? Да. Может быть, наоборот, подружимся. Почему? Обязательно громите все. Трибуны Селятинского стадиона вмещают 3000 зрителей. Учитывая за оградное пространство и примыкающую к футбольному полю березовую рощу, на матче ожидается порядка 4000 человек. Питерская армейская торсида, взятые в плотное кольцо блюстителей правопорядка, будут разведены по противоположным краям единственной Селятинской трибуны. Кстати, билеты на игру стоимостью 20 тысяч рублей можно приобрести лишь на месте, в окошке, единственной на стадионе кассы. Зато в связи с проведением матча хоккейная коробочка будет переоборудована в бесплатную парковку. Поселок Селятина находится в 30 километрах по Киевскому шоссе к югу от Москвы. Автобус, курсирующий между станцией метро Юг-Западная и Селятина, имеет неудобное расписание и, к тому же, существует в единственном числе. Так что основным пунктом десантирования болельщиков наверняка станет платформа Селятина. Найти дорогу от станции до стадиона будет несложно. Километровый путь превратится в живую аллею из людей в военной и милицейской форме. Силы правопорядка помогут любителям футбола добраться и обратно. Пассажирам вот этой электрички, следующей в Москву, скорее всего, скучать не придется. Поезда в сторону Селятина отправляются с Киевского вокзала регулярно, с интервалом в полчаса. Меры безопасности предусмотрены и здесь, на вокзале. Осенью прошлого года электропоезд, доставивший армейских болельщиков после матча ССК «Черноморец» из Селятина на перрон Киевского вокзала, не досчитался окон в двух вагонах. К матчу ССК «Зенит» транспортная милиция готовится серьезно. Поездку в Селятина и обратно поклонники армейской команды проведут в теплой компании ОМОНа. Накануне отъезда питерских зенитовцев на календарный матч с московскими армейцами в Петербурге установилась ненастная погода. Согласно приметам, отправной гудок под шум дождя сулит удачу. Однако с легкомысленной фортуной и у «Зенита», и у «ЦСК» отношения в нынешнем сезоне достаточно напряженные. Измены по-крупному есть в активе обеих команд. Подмосковный матч соседей по турнирной таблице после известных событий межсезонья впервые сведет лицом к лицу двух активнейших участников беспрецедентной миграции в российском футболе. Сезон в разгаре, и изменить уже ничего нельзя. Но эхо массовых переходов будет отзываться всякий раз, когда в дело вступают «Зенит», «Торпеда» или «ЦСК». Так события развернулись, что «Зениту» нанесли двойной удар. То есть за счет игроков «Зенита» мы усилили «ЦСК» и в то же время ослабили «Зенит». Игры не прекратились. Кому-то все еще не имется, мы вот тут и раздаются всевозможные звонки перед этим матчем, и будоражат, и кто-то подогревает ситуацию. Но то, что касается игроков, я в каждом игроке уверен. Я думаю, что каждый из них отдаст все силы с тем, чтобы выступить достойно. По прогнозу журналистов газеты «Спорт-экспресс», самый закономерный итог матча, исходя из потенциала соперников, ничья. Впрочем, любой другой результат немедленно дает пищу для разговоров, кто лучше, Бышевиц или Садырин. Хотя такая оценка вряд ли правомерна. Пока ясно одно – команда готовится серьезно к честной игре. Пик эмоций остался уже позади. Мне кажется, футболистам делить нечего. Вот, естественно, результат, поскольку очень важен, с спортивной точки зрения, естественно, будут вспышки борьбы. Но я не думаю, что какая-то будет откровенная грубость и откровенное выяснение отношений футболистов, мне кажется, делить нечего. Самые преданные болельщики «Зенита» из Невского фронта, вопреки пословице «понадерутся, у холопов чубы трещат», ситуацию оценивают весьма трезво и без агрессии. Тренер Садырин и тренер Бышевец, в общем-то, оба очень квалифицированные тренеры. Мы и не потеряли, и не приобрели ничего нового. Просто у каждого свои методы работы. Когда мы были все в Москве на матче со Спартаком, была напряженная ситуация. К нам на сектор зашли достаточно внушительная компания фанатов ЦСКА. И когда от спартаковских болельщиков понеслось Садырин Пес, реакция наших зенитовцев и ЦСКА фанатов была однозначна. Они были за одном. Последние пять дней игроки «Зенита» безвыездно живут на своей тренировочной базе. Через три дня после игры с московскими армейцами им предстоит тяжелый матч с «Динамо» в полуфинале Кубка России. Шеф-повар базы делает ставку на выигрыш, ибо в противном случае его ожидают пустые хлопоты. Они когда проигрывают, плохо едят. Футбольный клуб на днях получил обращение Павла Садырина к поклонникам своей команды. Огромная просьба к болельщикам ЦСКА, пишет Садырин, проведет разумную сдержанность в поддержке любимого клуба, дабы страсти не перехлёстывали через край и ЦСКА не подвелся штрафным санкциям со стороны ПФЛ в случае неприятных инцидентов. Конец цитаты. Это господа к сведению. Тем временем продолжается турнир в первой российской лиге, а матча лидеров Глеб Золотовский. Лидер первой лиги Уралан из-за листы в синем. В 11-м туре проводил выездной матч в Нижнекамске. Поначалу гости закрылись в обороне, где наиболее уязвимым местом оказался правый фланг. Именно там раз за разом проваливался защитник Терещенко. После перерыва истязания Терещенко возобновились, но ворота Уралана оставались нераспечатанными. Постепенно забота в обороне у элистинцев поубавилась. И уже Ковардаев заставляет Нижнекамца Чижова кувыркаться в воротах. А за три минуты до конца все тот же Ковардаев, воспользовавшись неустойчивостью Сечихина, поощряет пасом набравшего ход Ковалюка, после удара которого нефтехимик падает на колени. Судья несколько раз просто относился к сопернику более, я пасхал предвзято. Ты считаешь, что Уралан лидер сезона? Нет, я так не считаю. Я вел команду, которая сильнее. Просто, видимо, денежный вопрос в Уралане очень хорошо поставлен. Ну, шансы у нас пока нормальные, потому что по очкам, я смотрю, нам немножко больше повезло, чем другим командам, поэтому у нас немножко получше. Камышинская энергия, разгромившая в предыдущем туре «Сатурн», пожаловала в Майкоп к одному из лидеров – «Дружбе» в синей форме. К 24-й минуте после удара Елохина хозяева вышли вперед – 1-0. Однако в начале второго тайма счет стал равным. Еремин мягко уложил мяч на голову Царенко – 1-1. Вскоре вновь накопившееся напряжение в атаке Камышан снял энергетик Белов. 1-2. «Дружба» восстановилась после удара Еника с пенальти – 2-2. И только тренеры остались недовольны. Сказалась какая-то, возможно, и психологическая успокоенность наших футболистов, которые, поднявшись с турнировой таблицы на второе место, где-то позволили себе какие-то, может быть, слабости. По этой грани, не знаю, счет можно, наверное, закономерить, хотя, говорю, при счете 2-1, конечно, повели, надо было игру доводить до конца. Мы уже не первую игру вот так не доводим. Накануне матча Дмитровградской «Лады» с Ураланом потенциал хозяев оценивал тренер Анжи Эдуард Малафеев. Уже с первых минут он почувствовал недоброе. Его подопечные не смогли понять замысла Дурова, запустившего мяч со штрафного по мокрой траве. Однако уже через минуту импульсы, посылаемые Малафеевым, почувствовал и Серхаев, авантюрно вступивший в борьбу с двумя защитниками и непонятно как встретившийся с мячом забивающий дельфин Ашур Мамадов. 1-1. «Лада» впервые не выигрывает дома. Игра была такая боевая, с переменным успехом. Считаю, что, видимо, счет, наверное, не закономерен. 1-1. Наверное, было бы обидно и нам проиграть, и вашей команде. Севший было на хвост Уралану липецкий «Металлург», потерявший очки в предыдущем туре и в матче против ЦСКА ВВС, сначала не блистал в обороне. Соляник без особых усилий насолил «Металлургу» и уже вскоре об этом пожалел. Разозленные голом хозяева сразу же сравняли счет. Ляхов не очень любезно обошелся в штрафной с защитником, но судья гол засчитал. На 69-й минуте все тот же Ляхов вывел «Металлург» вперед. А за 7 минут до конца Стогов в штрафной ЦСКА с удовольствием плюхнулся в лужу и с мячом въехал в ворота. 3-1. Счет по погоде. Очередное поражение в чемпионате потерпел в 11-м туре «Газовик Газпром». Группа аутсайдеров продолжает увеличивать свои безвыигрышные серии. Дружба, потеряв два очка в матче с «Энергией», тем самым позволила Уравану уйти в отрыв. Но сегодня элестинцев на своем поле принимает быстро прогрессирующая Дмитровградская «Лада», сладкая парочка из которой может вмешаться вскоре в спор бомбардиров. Сегодня мы в последний раз принимали ваши звонки во время эфира и в последний раз нам не хватило на них времени. В понедельник звоните нам по телефону 2-17-5-4-2-1 с 3 до 4 часов дня. Мы успеем подготовить информационные исчерпывающие ответы. И в самом конце программы вместо прощания поздравлений Владимиру Ивановичу Перетурину сегодня исполнилось 59 лет. От лица многомиллионной армии любителей футбола мы искренне поздравляем Владимира Ивановича с днем рождения. Играйте в футбол, Владимир Иванович, широко, хорошо используя фланги и будьте здоровы. В Бразилии вступает в решающую стадию сильнейшее в стране клубное первенство – чемпионат штата Сан-Паулу. И главным претендентом на победу в нем считается один из старейших бразильских клубов – Коринтианс. После неудачно проведенного прошлого сезона клуб, за который, кстати, выступал небезызвестный в России Леонидос, в этом году игрой не оставляет сомнений в своем превосходстве над соперниками. Чемпионат Сан-Паулу разыгрывается в двух группах. Коринтианс победил в своей без особых проблем, обеспечив себе место в финальном турнире задолго до финиша предварительного этапа. Нынешний расцвет Коринтианса воспринимается в Бразилии как закономерное явление. В последнее время клубный спонсор «Эксельбанк», один из крупнейших в стране, выделяет средства на покупку весьма дорогих по бразильским меркам игроков. Таких, как Мирандинья, главный герой атаки клуба последних лет, Марселиньо Кариока, миниатюрный полузащитник с потрясающим ударом, и два новобранца – Тулио, чемпион страны 1995 года в составе ботафога, и Денизетти, поигравший и в ботафога, и в Японию. Но звезд в Коринтиансе хватало всегда. Ревелина и Сократос – два самых громких имени в истории клуба. Именно с ними были связаны главные успехи команды в прошлые годы. Бывший капитан Каринтианца в 80-х годах Сократос занимает особое место в летописи клубных побед. Он стал инициатором введения в команде политики демократии, полной свободы игроков во всем, исключая тренерскую тактику. Произошло это во времена военной диктатуры в Бразилии, и провозглашение демократии в футбольном клубе стало толчком к созданию демократического движения в стране. В Бразилии начать демократизацию общества с футбола, который всегда стоял выше политики, было оптимальным решением, говорит Сократос. Я счастлив, что моя идея помогла тогда стране изменить свою жизнь. Победить или проиграть, но всегда вместе с демократией – этот лозунг на матчах Каринтианца 15-летней давности стал традиционным. Он смущал не только правительство и Бразильскую федерацию футбола, но и отдельных игроков. Далкипер Лиао, например, демократические идеи не принял и покинул команду. Но в целом результаты клуба на футбольном поле в тот период были впечатляющие. Каринтианц стал чемпионом Бразилии дважды подряд в 1982 и 1983 годах. Игроки сегодняшнего Каринтианца живут в другом обществе. Однако в составе клуба по-прежнему играют личности. В частности, один из лучших в Бразилии – исполнитель штрафных ударов Марселин Нюкариока, чей рост составляет всего 165 сантиметров. На тренировках отрабатывает удары часами. Эти репетиции в игре приносят ожидаемые плоды и нередко решают исходы матчей. Для Каринтианца сейчас характерно то, что роли лидеров на поле исполняют сразу несколько футболистов. Мирандинья и Тулио считаются не только бомбардирами, но и главными шоуменами команды. В каждом забитом ими мяче может оцениваться не только техника исполнения, но и артистизм. Недавний матч с Сантосом, символом которого является рыба, стал бенефисом двух форвардов Каринтианца. Конечно, приобретая Тулио и Мирандинью, клуб исходил не из желания заполучить в состав двух клоунов. Их цирковые номера публика наблюдает часто только из-за того, что им часто приходится отмечать забитые мячи. Для Каринтианца, мечтающего о чемпионстве, это главное. А поддержка сверхмогущественного спонсора, собирающегося выкупить у Барселоны Рональда, позволяет клубу смотреть в будущее с оптимизмом. Я уверен, что партнерство с Эксельбанком поможет нам достичь невиданных ранней высот, говорит президент клуба Альберто Дуалип. У Каринтианца появился шанс выиграть в Бразилии все. И, возможно, кто знает, скоро мы будем лучшими не только в стране, но и во всем мире. Субтитры создавал DimaTorzok